Смотреть, как рабочий пилит лед, можно вечно. Процесс завораживает. В руках Сергея Загоруйко бензопила отсекает лишние куски от глыбы так же легко, как горячий нож режет масло. Опытный резчик мастерски ровняет края двухметровых кубов. Всего их 69. Вчерашняя вода из Владимирских озер. После из ледяных глыб создают мультперсонажи. Трудами художников в городке поселятся волк из ну погоди, черепашки-ниндзя, русский мужик из ленты падал прошлогодний снег и многие другие. Прохожие уже пытаются узнать любимых героев. Студент Данила Ганесян сразу понял, кто перед ним. Думаю, смешарики. Кто именно, не могу сказать, но думаю, что они. Но сегодня решили просто прогуляться, посмотреть, как идут дела в городке в будущем. И как идут дела? Хорошо. Видно, что все к сроку будет готово. Готовность городка регулярно инспектируют городские власти. Ход работ оценила мэр областной столицы Валентина Калита. Рабочие доделывают забор вокруг катка. Установлена 20-метровая ель. Энергетики трудятся над иллюминацией. Больше половины из 22 снежных фигур готовы. Будет еще и 25 ледовых. И сразу 8 горок. В том числе и те, что создадут по эскизам горожан. В этом году активнее были горожане, которые предлагали свои идеи для оформления зимнего городка. И 5 фигур по предложениям горожан в этом году у нас здесь на площади будет сделано. Все идет по графику. Идет даже с опережением. Во всей красе снежный городок предстанет уже 28 декабря. Оксана Коростеренко, Денис Лугов. Программа «Город».